Ну если коротко, то мнение такое. Играли две играющие команды, и Спартак, и мы проповедуем комбинационный футбол, основанный на групповых командных взаимодействиях. Задача стояла, не дать сыграться с Спартаком, то есть разрушить его игру верхним прессингом, что считаю в первом тайме нам в полной мере удалось. И в общем-то гол забили, и практически моментов за исключением одного удара не было. Второй тайм более-более, так сказать, был несколько сумбурный, мы хотя забили второй мяч, но могли больше времени контролировать мяч, нежели играть в длинную. Тем не менее, тем не менее, считаю, что команда сыграла в свою игру, что в общем-то говорит, что есть какие-то поля, как пригодные для комбинационного футбола, в отличие от нашего Воронежского, где одно болото, и мы потеряли все очки с командами из подвала. Говорит о том, что есть объективные причины недобора очков. А вам сегодняшний матч мне понравился. Концовочки немножечко хорошие? Ну, естественно, концовочки, я думаю, что здесь потеря концентрации, таких позиций бить свободно давать нельзя, и что унесла некоторую нервозность. Не более того, я был уверен, что мы сегодня победим. Первый тайм провели не так, как мы хотели, слишком осторожно, слишком осторожно, скажем так, сыграли. Хотели играть, наоборот, более активно, отдали инициативу сопернику. Слишком многое позволяет в центре поля. Хотя, там, моментов, в принципе, все с одной, что с другой стороны особых не было. Стандарт впустили в концовке, конечно, совсем не обязательно. Второй тайм, на мой взгляд, провели уже лучше. Опять же, конечно, гол мы тоже пустили, который не должен пропускать, такая коллективная ошибка. Необязательный гол мы, в принципе, играли уже более раскрепощенно и более активно в атаке. Моменты создавали. И понравилось то, что играли до конца, ребята, старались, сражались и один гол задели. И, в принципе, может быть, немножко не хватило времени дожать и сравнять счет. Поэтому есть, есть куда расти, есть что исправлять, но убежден, что мы это и будем делать, и сделаем. Что еще можно отметить по этой игре? Наверное, все-таки не самое, не самое лучшее судейство, не самое объективное судейство. Играем дома, а такое ощущение, что играем. Играем на выезде, и команда немножко мешает, как минимум, играть. Конечно, это неприятно отмечать, не хотелось бы об этом говорить, но, тем не менее, приходится констатировать это как факт. С прошедшим днем рождения. Спасибо. Да, мне показалось, что вот когда несколько раз в самом начале матча встретили Давыдова и Козлова, после этого ребята испугались и не смогли показать тот футбол, на который мы можем рассчитывать от них. Ну, испугались, нет, мне не показалось, что испугались, на самом деле. И дальнейший ход матча, тот же Козлов боролся и сражался, и гол забил в концовке. Еще был момент у него, когда он там продрался в борьбе, в жесткой, и чуть-чуть не хватило для того, чтобы пробить как следует. В принципе, он уже не мальчик, скажем так, который может кого-то испугаться. Давыдов, да, может быть, помоложейший парень, где-то он здесь немножко в этой игре потерялся. Хотя тоже парень очень талантливый и будет прибавлять однозначно. И для него такие матчи, они очень полезны. Казалось, что не хватало Обухова в команде. Что сказал Владимир, он лучший бомбардир все-таки? Конечно, не хватало, не хватало и Обухова, и Зубарева не хватало. Пока у нас нет такого запаса, скажем так, запаса прочности, чтобы безболезненно заменить Обухова, заменить Зубарева. Травма какая-то? Травма, да, паховые кольца, и сейчас операцию назначили. В этом году он уже не был? Конечно, был бы Обухов, я думаю, что была бы любая игра.